Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, слышно. Если слышно хорошо, со звуком проблем нет, шлукните огонек, пожалуйста, рядышком с чатом. Спасибо большое. Значит, можно начинать сегодняшнюю встречу. Поговорим сегодня о веб-квестах, о технологии, посмотрим некоторые инструменты разной степени интересности и надежности. Мне хотелось бы, чтобы каждый из вас, если эта тема вам интересна, нашел для себя что-то подходящее из этого арсенала, а может быть, кто-то уже использует их в работе, тогда будем рады, если вы в чате чем-нибудь интересным поделитесь. Будет здорово. Итак, ну сначала несколько вступительных слов, как обычно вообще, откуда квест появился и что он из себя представляет. Если вы только-только новичок в сфере создания квестов, то вот такой небольшой экскурс в историю. Вообще, сам жанр этот пришел из компьютерных игр. Это, по сути, такая история с главным героем, которым управляет игрок в компьютерном мире. Важным элементом квеста является вот обследование какого-то мира, решение головоломок, каких-то задач по ходу обследования этого мира и в итоге приход какой-то цели. Получение там сокровищ, победы над каким-то монстром и так далее. То есть от участника требуются либо какие-то умственные усилия, либо логические какие-то, проявление логических способностей. И постепенно этот жанр квест перекочевал уже из мира компьютерных игр в мир современный и их проходит уже в реальности. Есть определенные правила, сценарии. Может быть, вы сами уже в таких реальных квестах участвовали или сами их проводили в школе, в библиотеке, во многих культурных заведениях. Почти в каждом городе сейчас появились квест-румы, комнаты для проведения квестов. То есть это такая развлекательная игра. Как правило, эта команда играет в специально подготовленном помещении, решают задачи, ищут подсказку и решают, добываются какой-то своей цели в результате. В квест-индустрии очень много жанров. Вот на экране, сейчас на слайде у меня несколько. Из-за того, что знаю, я просто бегом прокомментирую, поскольку это все напрямую к теме не сильно относится. Но, тем не менее, квесты изначально в реальности проводились и до сих пор проводятся. Escape Room – это жанр квеста в запертом помещении. То есть используя многочисленные подсказки, какие-то находки, выполняя какие-то задания, решая головоломки, участники должны найти выход из комнаты, там какой-то код от двери ввести, либо какое-то задание, которое им поможет эту дверь открыть и выбраться наружу. Как правило, в течение одного часа. Вот как раз квест-комнаты, вот как раз работают в этом жанре. Живой квест очень часто проводится в библиотеках, в школах. Здесь уже не нужно искать выход из комнаты. Правда, здесь есть какой-то уже сценарий. Игроки могут спасать вселенную, могут там искать запратанные сокровища, там похищенную елку, если это под Новый год, подарки Деда Мороза и так далее. То есть здесь уже есть какой-то план, сценарий, проходя от комнаты к комнате, там от локации к локации, они в итоге, решая задачки, выходят к цели. Дальше существует квест-перформанс. То есть это уже тоже живой квест, но это такое уже более представление. Это вот для библиотек или для учебных заведений, которые работают с детьми. Обычно под Новый год таки проводят игры. Там кто-то переодевается в Бабу-Игу, кто-то в Деда Мороза. И вот такое вот путешествие, во времена моего детства это называлось путешествие по станциям, сейчас это называется квест. То есть по ходу вот эти вот ведущие, вот эти герои, дают какие-то задания, поручения, но тоже направляют участников по сценарию. Загадывают разные загадки. Вот это хорошо, отлично проходит с детской аудиторией. Если летом, если там какие-то летние лагеря, даже летние читальные зали, если это библиотеки, то это экшен-квест, экшен-игра, когда плюс к логическим каким-то заданиям появляются еще какие-то спортивные, там, преодоление каких-то препятствий, там, бег, марафон, эстафета, в общем, все что угодно. И опять-таки это все в какой-то сценарий должно вписаться. Morpheus Quest – это такая игра в воображение. Правда, у меня и спрашивают на одном из вебинаров примерчик такого. Честно, я такого не видела. Это просто вот чисто из теории. В принципе, такой квест действительно существует. Игрокам завязывают глаза. Есть какой-то ведущий, какая-то соответствующая атмосфера, музыкальное сопровождение, атмосферные какие-то звуки. И вот вся эта игра происходит в воображении. То есть тоже в каком-то помещении, но не двигаясь с места, а вот проигрывая это все в воображении. Вероятно, это напоминает игру «Мафия», может быть, в какой-то степени. Не знаю, но такой вариант тоже возможен. Ну и, собственно говоря, то, о чем сегодня будем говорить, это веб-квест. То есть это какая-то такая... О, проводили, отлично. Здорово, значит, есть такой опыт. Веб-квест – это такая интерактивная игровая технология, которую пытались каким-то образом классифицировать и дать ей определение. Определений много, но я выбрала два. Одно из них поуже, другое пошире. Более узкое определение такое. Это какое-то проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы сети интернет. Ну, в основном такие задачки, такие квесты – это для школы. По крайней мере, именно в школе я и сталкивалась с таким. То есть это, опять возвращаясь во время моего детства, это называется «Проблемная игра». Сейчас это вот такой квест получается. То есть участники могут быть какие-то роли на них, а не какие-то исследователи, они там раскрывают преступления, детективы и так далее. И для выполнения вот этой задачи, миссии, они могут использовать ресурсы интернета, которые помогут им в решении задач. И более такое широкое определение, это, наверное, больше подойдет для библиотек, это игра, состоящая из нескольких этапов, которая создана с помощью онлайн-сервисов и размещена в сети интернет. Здесь упор делается не на решение какой-то проблемной задачи, а на игровую составляющую. То есть здесь мероприятие более развлекательного характера. По сути, и то, и то, определение имеет право на существование, тут уже вы сами выбираете, что вам ближе. Ну, поскольку я библиотекарь сейчас, в данный момент, то поэтому мне второе определение более близко, меня больше привлекает игровая составляющая. Но я постараюсь вам показать разные варианты. И инструменты, которые помогут создать проблемный квест обучающий, и инструменты, которые помогут развлечь участников. Давайте смотреть, что у нас есть в арсенале. Вообще квесты бывают долгосрочные и краткосрочные. Краткосрочные, естественно, создавать проще. Срок там очень небольшой. Это может быть один час и несколько занятий, несколько дней максимум. Долгосрочные, конечно, такое, ну, само название за себя говорит. То есть это такое комплексное мероприятие, потребуется довольно много усилий, может быть, командная работа создателей. И такой квест обычно длится несколько месяцев, иногда до года. Но это уже совсем какой-то длинный. Ну, как правило, несколько недель, несколько месяцев такие долгосрочные. Квесты играются. В зависимости от того, какой выбрали, такие задачи и ставим. В школе в основном используются они для проектной деятельности в классе и дома в большей степени, а в библиотеке больше как альтернатива традиционным играм и викторинам. Здесь они более развлекательные. Хотя, конечно же, бывают исключения. И никто не запрещает провести, например, в школе развлекательный квест. Это тоже, в принципе, неплохо. Когда я занималась, вспоминала, вернее, сервисы, которые существуют в сети интернета, с помощью которых можно создавать квесты, выяснилось, что особо нового ничего не появилось. Поэтому предлагаю сегодня пробежаться по стареньким сервисам, о которых я уже когда-то рассказывала. Но постараюсь акцентировать на изменениях, акцентировать внимание на изменениях, которые в них произошли, на тех новостях, которые там появились, какие-то интересные штучки. Может быть, все это вам пригодится в работе. Потому что изменения действительно есть. За два года кое-что изменилось. Ну, давайте начнем от простого к сложному. Сначала квесты, которые потребуют минимум усилий, но и закончим теми, которые потребуют максимальное количество ресурсов. Первый сервис называется Learnis. Это сервис русскоязычный и созданный нашими программистами. То есть это наша российская разработка. Если эта информация полезна, то вот, пожалуйста, ссылка. Это то, что делала я. Пример. Квест по библиотеке. Здесь ничего такого особо познавательного не требуется от участников. Просто в легкой игровой форме знакомимся с ресурсами библиотеки, ее услугами и возможностями. Поэтому некоторые вопросы там юмористического характера. Особенно если в глобус заглянете. Это мой любимый вопрос в глобусе. Дальше. Еще у меня есть несколько квестов по книгам. Если кто-то узнал свой, к сожалению, я когда искала в интернете, не нашла авторов. Если кто-то свой вдруг узнал, то, пожалуйста, напишите об этом в чате. Потому что у меня здесь два квеста есть. Я их нашла анонимных в интернете. Один по книге Тимура и его команда, а другой по творчеству Лермонтова. Вдруг. Вот ссылочки на этот сервис. Сервис Ленис достаточно давно существует. Принцип его работы в следующем. Это сервис по работе. Если вы ссылку откройте, то уже сразу будет понятно. Это сервис, который позволяет создавать квесты в режиме Escape Room. То есть выйдя из комнаты. Локации могут быть разные. Здесь есть и обычная комната, и ванная, и химическая лаборатория, и какая-то комната путешественника. Это довольно нормальный список локаций. Сервис условно бесплатный. То есть часть локации бесплатна, часть за деньги. Одно время там был неплохой тарифный план, поэтому можно было на год себе приобрести лицензию. Что я и сделала. Ну и так к слову. Итак, в чем суть игры? Создается квест следующим образом. Нам нужно придумать задание. У каждой локации определенный набор этих заданий существует. От трех до восьми. Самое большое, насколько я помню, восемь заданий. Самый сложный квест. И на каждое задание, на каждое задание, оно прячется где-то. Тут можно открывать шкафы и ящики, отодвигать шторы, собирать одежду в шкаф, например, ее закладывать, или наоборот ее оттуда. Там переставлять какие-то предметы. В общем, по ходу появляются какие-то подсказки, которые помогут вам в решении задач. А вот сами задания эти делает создатель игры. Создаются они в виде картинок. Если сейчас посмотреть на слайд, там вот такие вот у меня пять картинок. Сюда загружаются файлы. В формате как раз иллюстрации. Я делала такие задания через старый добрый PowerPoint. Написала там текст, какие-то варианты ответов. И правильная цифра, правильного варианта была цифрой для кода. Выход из комнаты – это открыть цифровой замок, ввести туда код. Ответив, найдя все эти задания, ответив на все вопросы, собрав все циферки, набираем этот код, и если он правильный, то дверь, соответственно, открывается. От нас требуется создать эти задания. Сервис их сам там запрячет в произвольном порядке. Никогда не узнаем, как это работает, но так или иначе. От нас нужно загрузить пять картинок с заданиями и код от двери написать. После этого нажать «Сохранить». Одного квеста можно создать несколько вариантов. Это на тот случай, если у вас, допустим, несколько классов играет, несколько групп участников, чтобы у них не повторялись задания, вы можете придумать два-три комплекта заданий разных, чтобы они друг у друга не подсматривали. Ну, а дальше получаем ссылку, код от этой веб-комнаты и рассылаем ее участникам. Они по ссылочке переходят и начинают играть. Вот это все, в принципе, создается довольно быстро. Если у вас есть уже на уме какие-то задания и вопросы, то сделать это все и загрузить в сервис, это все достаточно просто. Одно время сервис Леонидс говорил о том, что они исчезнут из сети интернет и перейдут на сайт джойтека. Самое интересное, что джойтека тоже существует, и они сейчас существуют параллельно. Я особенно не в курсе всех этих хитросплетений, что и как, но оба сервиса работают и на регистрацию, и на создание квестов. Правда, отличия есть. Локации там похожие, примерно одни и те же. На 100% я не сравнивала их, но, в принципе, одни и те же локации. Создатели сервиса те же самые, все то же самое. Только теперь нам не нужно создавать картинки для квеста с заданиями. Здесь есть уже вариант, когда вы просто вписываете вопрос и даете ему разные, выбираете варианты ответов. Или это будет открытый вопрос, когда нужно будет написать какой-то ответ. Либо это будет множественный выбор, когда несколько вариантов правильных, либо это одиночный выбор. Здесь уже цель квеста другая. Здесь нужно правильно ответить на все вопросы, и тогда дверь откроется сама собой. Никакие коды записывать в циферке не нужно. Просто отвечаем на вопросы, и дверь самой собой открывается. Вот вариант джойтеки я вам тоже в чат послала. Тут уже на ваш взгляд, какой вам вариант больше нравится. Либо с кодом от двери, либо просто вот такой. Здесь еще все проще. Здесь не надо даже картинок составлять. Просто отписываем вопрос, и варианты ответов, или просто делаем его открытым. Сохраняем. Опять-таки, здесь тоже есть несколько вариантов одного квеста можно создать. Здесь можно настроить то, чтобы участники представлялись. Это для учителей. Если вам важно, как проходят, допустим, квесты дети, то вы можете собирать у них информацию, спрашивать у них фамилию, имя, и таким образом следите за тем, как они работают с квестом. То есть, по сути, это может быть индивидуальный квест, может быть, у вас команда соберется перед компьютером, будет вместе его решать. Тут уже каждый по-своему решает. На выходе опять получаем ссылку, уже и код. Можно ссылкой делиться, и по этой ссылке уже участники будут участвовать в вашем квесте. В принципе, инструмент хороший, неплохой для быстрой работы, для быстрого создания игровых таких заданий, и упражнений – это замечательно. Единственное, что, конечно, количество локаций все равно, хотя и достаточное, но ограниченное, потому что одну и ту же локацию бесконечно эксплуатировать не получается. Участники уже будут знать. Ну, как такое маленькое лакомство, время от времени можно своим читателям, своим ученикам предложить. Давайте смотреть, что еще. Одно время очень популярно было приложение «Ленин Эпс», и там был такой шаблон специальный, который назывался «Сетка приложений». Если вы с этим сервисом не знакомы, с «Ленин Эпс», то я в двух словах расскажу о чем это. Это сайт, сервис, который создает разные интерактивные задания и упражнения. «Кроссворды», «Найди пару», «Пазлы», что там еще есть, разные игры со словами, «Расставь по порядку» и вот разные подобные интересные упражнения. В большей степени он рассчитан на учителей и на детскую аудиторию, поэтому там очень много интересных заданий нужно найти, подобрать, посмотреть, и самим тоже можно создавать. Так вот, был там такой шаблон, назывался он «Сетка приложений», который библиотекари и учителя использовали как квест. То есть, по сути, это была такая виртуальная доска, на которую создатели квеста добавляли разные задания и упражнения. Вот как у меня сейчас на экране. «Звери», «Минералы» и «Знаешь ли ты историю Мурганска». У меня три задания есть. Это как три этапа моего квеста. То есть, на такую виртуальную доску я их размещала, участники отвечали на задания, в обратной связи они могли получить ключевое слово, которое я туда вписывала, либо это могла быть какая-то полезная ссылка, перейдя по этой ссылке, там что-то они узнавали, получали дополнительную информацию. Но чаще всего там пишется ключевое слово. Задача – собрать три ключевых, допустим, слова, отправить их учителю, преподавателю и стать победителем игры. Смысл такой. Сейчас этот шаблон исчез, но что сделать вместо него? Вместо него появились так называемые коллекции. Сейчас я вам отправлю ссылочку на коллекцию. Пример. Это вот первая ссылка – это не мое, как вариант. Но выглядит это примерно так же. А я вам сейчас второй ссылкой отправлю то, что сделала я. Чем мне понравились коллекции? Здесь такая же история. Получаете, по сути, виртуальную доску, на которую вставляете свои задания. Сначала их нужно создать в самом сервисе с помощью шаблонов. Шаблоны очень простые, сервис вообще на русском языке русифицирован. Поэтому все здесь просто. Принцип такой. Придумаем сценарий квеста, придумаем какие-то бот-этапы. Дальше на каждый этап создаем какое-то одно задание. Вот у меня на первом этапе кроссворд, на втором этапе, по-моему, игра, найди пару, и на третьем просто викторина. Три этапа. Прелесть вот этой опции коллекция в том, что мы можем заблокировать, вернее, оставить открытым первое задание, остальные заблокировать. У меня внизу стоит галочка «Разблокируйте приложение по очереди». То есть, по сути, мы открываем только первый этап, и если участники его прошли, им открывается второй этап. Вот так от этапа по этапу они идут. В этом случае вот этот сам принцип квеста сохраняется. Переходим от этапа по этапу, только пройдя предыдущий. Вот. Таким образом мы реализуем, собственно, квестовую технологию. В сетке приложений все приложения были открыты сразу, то есть можно было в свободном порядке на них отвечать, а здесь вот эта вот история с открытыми штучками, ее можно установить самостоятельно. Если это вам не принципиально, вы можете галку эту снять, и тогда все этапы вашего квеста будут открыты. Дополнительно к каждому этапу, мы видим здесь значок «Т», текст, вы можете добавить какое-то пояснение. Допустим, написать, что это первый этап, что задача у него такая-то, такая-то, и дополнительно. Так что вот с помощью плюсиков мы добавляем приложение сюда из нашего личного кабинета, который мы раньше создали, а с помощью кнопочки «Т» добавляем к ним текстовые подсказки какие-то. А в самом приложении обязательно в обратной связи, например, можно прописать какие-то секретные слова, ну, в общем, чтобы квестовая технология сохранилась, например, дать им задание собрать все ключевые слова и вам их отправить по адресу электронной почты такому-то. Ну, как пример. Тут уже на ваше усмотрение, как будет обратная связь. Но теперь Ленин Эпс стал еще больше похожей на квест. Так что здесь возможность есть, как прийти к этой технологии, вверху кнопка «Создать коллекцию». К сожалению, там нет такого, это надо искать не в списке приложений, а прямо вверху, там, где есть «Мои упражнения», а рядышком предыдущая кнопочка «Создать коллекцию». Вот. В поиске вы коллекции не найдете. То есть коллекция – это исключительно ваша. Вы к ним имеете доступ, и если вы хотите других, то только по ссылке. Если вы сейчас в самом Ленин Эпсе начнете искать коллекции, то ничего не получится из этого. Вот. Такая вот история здесь с коллекциями. Но самый инструмент интересный. Я вчера протестировала с большим удовольствием, мне все понравилось. И самое главное, что все это просто, не требует особых затрат. Так что вот после Лениса и Джейтеки на втором месте я бы поставила Ленин Эпс по простоте работы. Ну, давайте к нашему любимому сервису «Джейни». Ни один вебинар без него не обходится, и здесь тоже. На сегодняшний момент я знаю три способа, как здесь можно создать квестовую технологию. Веб-квест, если мы будем так говорить. Первый, ну, начнем от простого. Первый способ – это создать интерактивную карту, вот как у меня было на экране, или как у меня сейчас. Это не обязательно, кстати, может быть, карта. Это может быть все, что угодно, любая картинка, на которую вы наносите интерактивные метки. Каждая метка – это этап квеста. Вот эта вот, кстати, карта – это как раз был один из шаблонов Джейниэля. Сейчас я не знаю, существует он или нет, это уже давным-давно шаблончик оттуда взятый. Вот эта вот карта, она мне просто очень понравилась. Здесь прописан этап первый, этап второй, третий, четвертый. И каждый вот такой значок, либо кораблик, либо вот эта вот черная метка – это переход на этап квеста. Как только участник нажимает, он попадает в какое-то окошечко, открывается вспомогательное, где будет само задание. Работает это следующим образом. Регистрируемся в Джейниэле, выбираем шаблон, который называется интерактив имидж, интерактивная картинка. Загружаем нашу картинку, карту, все что угодно, где мы будем вот такими точками, такими метками обозначать этапы нашего квеста. Добавляем эти метки. Вот так это выглядит. Каждая метка, если на нее нажать, у нее появятся вот такие вот значки вверху. Нам нужен значок, который вот с ладошкой, такая, пальчик, третий с левой стороны. Называется она интерактивити. Это как раз та самая штучка, которая позволяет к нашей метке, к нашему этапу прикрепить интерактивное содержание. Содержание будет у нас в виде окошечка. Можно побольше, можно поменьше. Вот это лач вариант, то есть это большое окно, если у нас что-то там большое будет. Если у нас маленькая какая-то заданица, мы можем выбрать маленькая, средняя, как угодно. Чем хорошо это окошечко, тем, что мы сюда можем, кроме текста, добавить еще всякие картинки, ссылки. То есть мы здесь можем написать пояснение. На первом этапе от нас требуется то-то и то-то, нужно выполнить такое-то задание, даем пояснение, даем ссылку на задание. Допустим, мы его сделали в Лениной Апси, в том же самом. Или там в сервисе Удоба, мы сделали какую-то супервикторину. Мы можем это дать ссылкой. Перейди по ссылке, выполни задание, найди там слово и пришли его сюда, допустим. Либо здесь может быть вот такой вот еще значок, с такими косыми скобочками. Это кнопка для вставки встраиваемого кода. Например, вы создали игру в какую-то в сервисе, ну, Удоба, Лениной Апс, любом другом. Вот, взяли от нее код и можете, нажав эту кнопку, вставить этот код. И тогда у вас в окошке сразу будет появляться сама игра. То есть участнику не надо будет нажимать на гиперссылку, куда-то там переходить еще. А здесь очень удобное окошечко, и там сразу появляется игра, в которую он может поиграть, ответить на вопрос, получить ключевое слово. Так вы в сервере Дженнили можете внедрить практически любой контент с помощью встраиваемого кода. Вообще, если присмотреться, тут есть еще значки для добавления видео. Можно видео добавить. Допустим, с того же самого Ютуба, пока он еще работает. В общем, возможностей здесь довольно много. Сохраняем это окошечко, переходим к следующему этапу. А дальше уже ваша фантазия. Что требуется от участников? Просто пройти квест, какие-то ключевые слова собрать, продумать, как они вам их пришлют, будете ли вы их вообще проверять. А то, может быть, просто это игра ради игры. Тут возможностей очень много. Это вот такой простой вариант с одной картинкой. Вариант посложнее, когда мы берем за основу шаблон так называемой презентации. Давайте я пару ссылок отправлю. Это как раз квесты, сделанные по шаблону презентации. Выбираем уже не интерактивный имидж, выбираем раздел презентейшн. Смотрим, какие там есть презентации. Мне, например, понравилась вот такая вот с книжечками. Каждая книжечка у меня, допустим, будет этапом каким-нибудь. Ну, тут шесть книг, шесть этапов. Если мне много, я могу какую-то книжку удалить. В чем здесь принцип игровой технологии? На первом, чтобы квест сделать как квест, я добавляю интерактивную метку на первый этап. Вот у меня первая книжка вверху. Там есть такой значок с лупой. Вот я к ней прикрепляю интерактивное какое-то окошечко. И в этом окошечке будет, допустим, задание какое-то. И там будет написано, что это первый этап, там какое-то пояснение. Либо можно пойти другим путем. Поскольку у нас здесь презентация, мы можем через эту же самую кнопочку перейти на следующий слайд. А на этом слайде у нас будет, допустим, викторина. Самое интересное, что викторины можно создавать прямо в самом дженнеле. И внутрь этой презентации их добавить. Как мы это сделаем? Давайте посмотрим. Итак, выбираем опять кнопочку интерактивити. Вот эту вот с ладошкой, которая. И выбираем там не окошко, чтобы у нас было, а выбираем у нас, чтобы перейти на другую страничку. А в качестве другой странички, давайте я вам покажу, как это выглядит, если вернуться назад. Вот, go to page с левой стороны. Не винду окошечко, а следующее, go to page. Выбираем эту опцию. Это значит перейти на новый слайд. А на новом слайде участников будет ждать викторина. А как нам эту викторину создать? А для этого нам нужно добавить новую страничку, перейти в раздел, добавить страницу, а дальше нам предложат выбрать что-то из шаблончиков. Выбираем дженнеле темплейтс и крутимся до варианта викторины, квизы. Мы внутрь презентации можем вставить викторину, квиз. Причем квизы здесь разные, можно их заранее полистать, посмотреть. Где-то квизы есть, как колесо фортуны, на поле чудес похожие. Где-то есть кораблик к маяку плывет, где-то дротики кидают. В общем, здесь возможность создания викторин самой разнообразной. Вы можете каждый этап своего квеста сделать новой викториной. И не нужно брать из других сервисов, а можно самого дженнеле взять и тут же их сделать. Вот, пожалуйста, я выбрала дженнеле темплейтс, нажала, долистала для квизов, и вот, пожалуйста, мне вот такие выдали варианты. Тех, что с желтыми значками, это платные, мы их пропускаем, а все, что не помечено, из этого можно всего выбрать. Мы просто экспортируем слайды в нашу, нет, не экспортируем, импортируем, слайды в нашу презентацию внутрь. И у нас первый этап, допустим, будет викторина с корабликом. Вот это сейлбот. Ну, а дальше внутри остается только придумать вопросы, там все настроено, там все работает, остается только стирать тексты и добавлять в свои задания. Ну, соответственно, следующим слайдом, если участник все ответил верно, на все вопросы ответил правильно, следующим слайдом мы возвращаем его опять к этой книжке, к нашей, к стартовой. Только теперь интерактивная кнопочка будет на второй книжке. Пошел второй этап. Ну, а дальше по технологии такая же история. Переходим на новый слайд. Опять новая викторина, какая-то другая игра. Ну, и опять участник так вот выполняет задание. Вот. Такой вариант возможен. Вот, пожалуйста, еще один вариант создания. Ну, и, наконец, самый простой вариант. Ну, нет, не скажешь, что самый простой. Ну, в общем, есть у Дженниали уже готовые квесты. Их немного. Вот это бесплатные. Получается 12 штук, да. Но они очень специфические, на самом деле. Тут вот есть Education, Escape Room. Здесь у нас есть путешествия по музею. Есть какие-то хэллоуинские игры. Давайте я вам ссылочки покажу. Уже готовые квесты по шаблонам. Вот первая ссылка – это про Новый год. Немножко, конечно, устарело. Но это вот как шаблон этот играет на самом деле. Картинки хорошо посмотреть, а в натуре выглядит вот так. Это новогодний шаблончик. И еще один шаблончик вам покажу – кругосветка игра. Там, внутри этого шаблона, что хорошо, это хороший вариант для начинающих. То есть там все настроено. Там очень сложно сбиться с правильного пути, что-то не так сделать, потому что там уже все подумано. Остается только менять начинку, что называется. Добавлять свои задания, вопросы. А там вам уже внутри все подскажут, что и как. Давайте посмотрим на пару шаблонов. Все не буду открывать. Мне что понравилось. Вот, например, веб-квест по музею. То есть здесь у нас открывается только первая комната. Внутри будут какие-то задания. Там отгадывать шедевры живописи надо. В случае, если вы ответили правильно, этот шедевр появляется в рамке. Изначально там. Пустые рамы висят на окнах, на стенах. Вот. Если правильно ответили, там появляется правильный вариант. Вот. Дальше переходим во вторую, третью и в главную комнату. Когда мы отвечаем на задание главной комнаты, нам говорят, ты молодец. Ты правильно ответил на все вопросы квеста. Вот. В этом суть игры. То есть от нас требуются только сами вопросы. Здесь внутри уже все настроено. Но, опять-таки, игра специфическая. То есть если вы никак с живописью не связаны, то, может, шаблон вам этот и не понравится. Либо его как-то придется переделывать под себя. Вот вариант с кругосветкой. Здесь мне понравился шаблон тем, что здесь есть кодовый сейф, в который нужно ввести кодовое слово. Вернее, не слово, а там набор цифр. Вот. И тогда он откроется и квест будет пройден. Здесь тоже есть какая-то карта. Карту можно менять. Тут есть уже какой-то шаблон, но вы можете эту всю карту удалить и добавить что-то свое. Тоже остров сокровищ какой-нибудь, я не знаю, еще что-нибудь. Там карту родного края, план библиотеки, все что угодно. Но внутри уже все настроено. То есть вопросы, серия вопросов, там правильные и неправильные ответы. Там даже цифры от сейфа уже подписаны. То есть с минимальными усилиями можно довольно быстро придумать какую-то игру. Главное эти вопросы заранее придумать. Вот. Тоже довольно несложный вариант для начинающих. Тут уже каждый смотрит на свой вкус. Ну, особо опытный пользователь Genial использует разные расширения, приложения. Я на них останавливаться не буду, потому что я не очень люблю все эти расширения. Это как кошки. Не любите, потому что не умеете их готовить. Ну, вот да, я пока не так хороша в Genial, я больше его использую для виртуальных выставок, поскольку у меня аудитория не детская, скажем так. Но в плане квестов мне очень понравились, какие здесь есть шаблоны, технологии, можно попробовать и что-то под себя переделать. Если уж вообще ничего не понравится, тогда самостоятельно свою собственную игру создать с помощью презентации. Если вы будете смотреть разные примерчики, то в некоторых шаблонах внизу там будет такая синяя кнопка Reuse, переиспользовать, если на русский перевести. Это значит, что автор вам открыл возможность доступа к этой игре, и вы можете ее сохранить в свой личный кабинет, если вы в сервисе зарегистрированы, и использовать ее в качестве шаблона. Так что, если вам такие игры попадаются, обращайте на это внимание, смотрите, может быть, что-то можно под себя переделать, позаимствовать у более опытных авторов. Ну, и так, маленькая подсказка. Вообще, если говорить о веб-квестах в стиле минимализм, вот с такими минимальными затратами, то вот таких вот точно с квестовыми технологиями сервисов не так уж много. Вот мне вот Ленин Эп, Ленис, Джотека, Дженели в какой-то степени. А в принципе, существует такое мнение, что есть сервисы, которые для квеста не предназначены, но их можно использовать для создания квестов. Просто там, допустим, будут сразу все задания открыты. Участники не будут искать подсказки, а будут собирать очки или какие-то ключевые слова. А может быть, просто баллы будут набирать за правильные ответы. По сути, это будет уже немножко, ну, как это сказать, не 100% квест, но все равно технология, в принципе, остается, потому что этапы есть, участники занимаются поисковой деятельностью, решают какие-то задачки, головоломки. Поэтому давайте еще посмотрим, какие еще можно инструменты тут задействовать. Может быть, что-то из этого пригодится. Ну, вот, например, виртуальная доска Padlet, которую можно использовать практически для всего на свете. В том числе, почему бы не разместить здесь задание квеста. Вот вам квест про рыбок Кузбасса. Ссылочкой. Вот он сейчас у меня на экране. Здесь все очень просто. Доску создать – это буквально два клика. Заходим на сервис, регистрируемся. rupadlet.com – это переведенный на русский вариант сервиса. Поэтому здесь все предельно просто. Получаем такую бесконечную доску, на которую мы будем наносить задание. Каждое задание, каждый вот такой вот элемент этой доски – это у нас новые этапы. Здесь у нас их, видите, шесть этапов. Участники должны какие-то решать задачи, отвечать на вопросы, собирать слова. И в итоге в конце висит Google Forma для сбора ключевых слов и правильных ответов. То есть нужно пройти все этапы, неважно в какую последовательность, потому что они все открыты. И главное – собрать там какие-то сведения и отправить в качестве обратной связи организатор. Я тоже попробовала. На самом деле у Padlet сейчас это не просто доска. Это уже такая штука, которая может материал очень красиво располагать. То есть вот можно прикрепить на эту доску практически все, что угодно. Вы можете не просто ссылки туда добавлять в качестве задания, но можете там какие-то вспомогательные материалы добавить, которые участникам помогут в решении их проблем. Допустим, видео добавить какое-то, обучающее. Какой-то текст написать, ссылку на веб-ресурс опять-таки добавить, картинку загрузить, кусок карты. В общем, возможностей здесь довольно много. Мне, например, нравится у Padlet такой шаблон, который называется хронологическая линейка, если уж говорить про квесты. Это я просто так задание прикрепляла, посмотрела, как это выглядит. Мне понравилось. То есть здесь вот видно сам процесс прохождения квеста. Первый этап, второй этап в виде хронологической линейки. Здесь у нас был организован материал в виде колонок. Вот у меня шаблон, вторая ссылка, это у меня там в виде хронологической линейки. Куда прикрепляются задания. Можно вообще в хаотическом порядке разложить, как вам угодно здесь. Но то, что инструмент хороший и работающий, функциональный, это точно можно сказать совершенно. Поэтому как вариант такого минималистичного квеста тоже. Главное задание заранее придумать, этапы. Ну а дальше дело техники. Очень быстро все это создается. Если у вас квест предполагает много дополнительных вспомогательных материалов, то есть у вас есть какие-то тексты, у вас есть какие-то видеоролики, гиперссылки, которые помогут участникам правильно ответить на вопросы, что-то такое грандиозное. Но вы не хотите создавать сайт, не хотите со всем этим заморачиваться, грубо говоря, а хотите минимальными затратами. Можно посмотреть на сервис Сутори. Это квест давнишний, поэтому гиперссылки там не рабочие уже. Но сам принцип я хотела вам показать, как это выглядит. То есть вот это вот веб-квест про программиста. Смысл в том, что дается много-много теории. Там и разные ссылки есть на другие веб-ресурсы. И просто текстовая информация какая-то дополнительная. Принцип работы – участник изучает эту всю информацию, перерабатывает ее, но и на выходе выполняет творческое задание. То есть здесь вариант для такого творческого квеста, когда нужно, проанализировав информацию, создать нечто, какой-то продукт, выполнить, ну и потом по электронной почте, допустим, отправить организаторам. Чем хорош Сутори? Во-первых, он действительно очень быстрый. Тут все делается очень просто. Получаем белую простыню, на которую будем через плюсик добавлять разный контент. Контент здесь разный. Более серьезно – это тексты, картинки, видео. Можно аудио. Если вы для детей что-то создаете, то тут есть варианты с созданием викторин, игр, собери пару. Можно даже обсуждение создать. Но опять-таки обсуждение для тех, кто здесь зарегистрируется. Какие-то интересные факты, там разнообразить ваш квест. То есть он будет не просто развлекательный, он будет еще немножко познавательный. То есть вы сюда можете добавить разную теорию, какую-то по теме, интересную информацию, которая поможет участникам в работе. Инструменты форматирования здесь очень простые. Текст, как обычно, мы добавляем, можно его отформатировать, красиво оформить, добавить внутрь гиперссылки. Что еще? Викторина тоже очень простая, с выбором одного ответа из нескольких. Тоже создается просто, и добавить туда можно иллюстрации, картинки для разнообразия. В общем, всем сервис неплох. Вообще-то он создается для хронологической линейки, для создания хронологической линейки. И в этом тоже большой плюс, потому что здесь вы информацию нанизываете на такой стержень хронологический. Каждый этап за этапом будет у вас по порядку располагаться. Это тоже помогает. Теперь про минусы. К сожалению, увы, сервис монетизировался, и здесь бесплатный тариф 14 дней. То есть вот за 14 дней вы можете создать квест. Он не пропадет, когда у вас кончатся ваши возможности. Но вы не сможете уже внутрь добавлять, допустим, видео, векторины и игры. Вы будете ограничены только текстом и картинкой. Но сам квест будет рабочий, с ним ничего не случится, им можно будет пользоваться, просто вы не сможете его уже редактировать, добавлять туда новые какие-то шаблончики. Так что здесь и плюс, и минус. Кому как. Тут уже на ваш взгляд, как оно. Если Сутори не очень приглянулся, то другой вариант есть. Попробовать сервисы для создания так называемых рабочих листов. Есть такие сервисы, используют их учителя в учебной практике. Почему бы и класс не создать на основе этой технологии. Чем хороши такие рабочие листы? Вначале даем какое-то задание, общую задачу представляем, а дальше, точно так же, как в Сутори, через плюсики добавляем новый и новый контент. Мы можем здесь добавить и тексты, и картинки, и видео, и тоже практически весь тот же самый набор, а игр здесь большое количество. Самое замечательное, что теперь все блоги здесь стали бесплатными. Ограничения там стали минимальные, не такие они критические. Это очень хороший вариант для познавательных квестов учительских, когда вам нужно отслеживать активность каждого участника. Здесь есть возможность создания студенческих аккаунтов ученических, и они уже будут не безымянными у вас участниками, а вы будете за ними следить и отсматривать, решили они задачи или нет. Ссылочку вы можете делиться со всеми, как вот я сейчас вам отправила, продали квест, либо вы можете ее вообще закрыть и рассылать ее только студентам, зарегистрированным в сервисе. Вот тоже вариант для учительского квеста. Ну, давайте смотреть. Он такой адаптированный для детской аудитории, поэтому здесь красивые такие яркие шаблоны для оформления. Ну, и, кстати, не обязательно такое что-то яркое, можно более сдержанную гамму выбрать. Самый интерес, который я выделила в красную рамку, это варианты разных заданий, которые можно вмонтировать внутрь этого листа. Здесь есть открытые вопросы, закрытые, вставить пропущенные слова, обычные викторины, игры с поисками пары, с сортировкой, с рисованием. Что еще? Можно добавить тексты, видео и гиперссылки, и даже встраиваемые объекты внутрь встроить, и даже из канвы что-то сюда загрузить, и даже подгрузить еще дополнительно PDF-файлы, если необходимо. То есть здесь возможностей довольно много. Почему бы их не использовать? Ну, вот, допустим, такие интересные задания. Например, подпиши изображение, такие интерактивные метки. Изначально мы делаем все правильно, а сервис дальше все стирает, и участники должны будут самостоятельно это все списать. Вот такой вариант. Что тут еще из игр есть? Ну, например, рассортируй героев. Это я из своего рабочего листа взяла про былины. Это был не квест просто, я тренировалась. Это на сортировку. Придумываем задания, причем задания можно даже голосом задиктовать, если хотите. Ну, а дальше их правильно всех рассортировать, сервис всех перемешает. Дальше. Вот, пожалуйста, обычная викторина. Отмечаем правильный вариант ответа и сохраняем. Здесь у нас уже с пропусками слов. Вписываем какой-то текст, нужное слово выделяем мышкой и нажимаем на кнопочку Blank It. Сделать вместо этого слова пропуск. В результате сервис так и делает. А участники будут его вписывать. Что у нас здесь еще есть? Соедини слова. Создай пару, по сути. Опять-таки, мы их правильными создаем. Сервис все перемешивает. Извините, пожалуйста. Создание таблиц. Если такой у вас серьезный квест, то можно заставить участников заполнять таблицы. Такой вариант тоже есть. Здесь есть поле для инструкций, поле для ключевых слов, подсказок для участников. Такое задание здесь присутствует. Это не все шаблоны. Их тут намного больше, конечно, как вы понимаете. Но такие богатые возможности дают возможность использовать этот сервис и для создания квестов. Участники решают задания. Если они зарегистрированы, то вы можете следить за их действиями, что они ответили правильно, что неправильно. Вы можете сюда подключить, допустим, сервис Learning Apps, и они, допустим, могут собирать ключевые слова, если вам такая задача нужна. Либо каким-то другим образом вы можете отслеживать их активность. Они будут вам присылать на электронную почту какие-то артефакты, которые они обнаружили в ходе решения. То есть тут все зависит только от нашей фантазии. Возможности у сервиса действительно хорошие. Продолжаем. И переходим к долгосрочным веб-квестам. Это, конечно, настоящий проект. То есть здесь мы просто не обойдемся каким-то одним сервисом. Тут либо нам нужно какой-то комплекс сервисов подключать, либо чаще всего для долгосрочных квестов делают сайты. И чаще всего это такой квест-сайт. Разные конструкторы для сайтов. Я на нескольких остановлюсь по ходу рассказа. Для того, чтобы этот квест был поинтересней, придумывают разные варианты заданий. Например, фанфикшн. Например, участники знакомятся с какой-то информацией, сочиняют, допустим, по мотивам литературных произведений, перерабатывают что-то, пишут продолжение какой-нибудь истории, сказки, развивают творческие способности. То есть такой творческий квест. Это может быть просто компиляция каких-то фактов. То есть они изучают разные источники, собирают информацию, потом в итоге какой-то тест проходят, и вы проверяете, как они с этой информацией справились. Поиск и анализ. Ну, что-то тоже похожее на это же самое. Здесь они тоже сопоставляют факты, ищут какую-то информацию, которую вы им зададите в задании. Ну, более такая игровая ситуация, когда они в роли детективов выступают, то есть завершено какое-то преступление, им нужно изучить информацию, расследовать, найти улики, опросить свидетелей и многое-многое другое. Тут опять-таки надо придумать сценарий всего этого, но это тоже все возможно. Ну и, наконец, какое-то журналистское расследование, может быть, тоже нужно опросить свидетелей, найти информацию, фейк или не фейк, выяснить, кто из свидетелей врет, кто говорит правду, и на основе этого опять какое-то творческое задание, например, статью написать по итогу этого журналистского расследования. То есть вариантов здесь сценария очень много. Это отнимает время, конечно, весь этот сценарий придумать, поэтому в долгосрочных квестах, как правило, работает целая команда. По поводу ссылок я увидела. Вы можете скачать презентацию, внутри самой презентации большинство этих ссылок присутствует. Вот, они там интерактивные. Так что, если вы скачаете презентацию, у вас эти ссылки все будут. Ну или можете вручную их сохранять из чата, если хотите. Теперь по технологии. Структура веб-квеста, конечно, такая солидная довольно-таки. То есть нам нужно, ну, если по-правильному, какое-то вступление к квесту, то есть предыстория, да, с чего бы вдруг мы вдруг занялись этой задачей. Задание, какая миссия предстоит, допустим, найти сокровища, расследовать загадочные преступления. Дальше. Нам нужны этапы, соответственно. Вот для того, чтобы выполнить эту миссию, нам нужно пройти, допустим, три этапа. И каждому этапу нужно будет прописать руководство, что нужно. То есть изучить вот эти ссылки, опросить вот этих свидетелей, получить такую-то информацию. То есть очень подробненько все описывается. Если у вас квест учебный, то вам нужно еще прописать критерии оценки, как будут оцениваться выполненные работы. То есть тут тоже надо продумать это все. Ну и в итоге в помощь участникам дается список ресурсов. Как правило, это веб-ресурсы, какие-то ссылки на полезные материалы. Ну и заключение. Это уже последний этап, когда все закончилось, вы уже подводите итоги квеста, объясняете, кто выиграл, кто занял второе место и так далее. Ну вот, по сути, это вот структура вашего сайта, на котором будет находиться веб-квест. Теперь по технологии. Можно, допустим, попробовать на платформе это сделать блога. Если у вас есть блог, почему бы его не использовать, собственно говоря. Вот, например, платформа блогер. Я попробовала много разных блогерских платформ, переезжала с одной на другую. Ну и в итоге поняла, что вот лучше блогера на сегодняшний момент нет, поскольку он максимально простой. Здесь блог можно создать буквально за несколько минут. И никаких затрат вам для этого не потребуется. То есть здесь все бесплатное. Вот, например, веб-квест в гостях у помещиков. Здесь очень серьезная разработка, конечно же. Тут и роли есть у каждого из участников. Тут есть группы. Кто-то психологи, кто-то дизайнеры, кто-то кулинары. Здесь есть отчеты о каждой группе и многое-многое другое. Здесь такая разветвленная технология. Мне показалось, это довольно интересно. В чем прелесть платформы блогер? Вы можете этапы открывать по очереди. То есть участники знакомятся с первым этапом. Первый пост в блоге появляется. Они узнают там про свою миссию, про задачи, получают выход на первый уровень. Что от них требуется? Уровень один. Изучают, работают над ним. Когда время заканчивается, появляется в блоге следующий пост. Этап номер два. И новое задание, новая миссия пошла. Печатаются здесь посты в обратной хронологии. Это тоже в какой-то степени удобно, потому что участники открывают страницу блога, и сразу вверху новенькое, свеженькое задание. Не нужно там листать какие-то странички, открывать сайты. Это все удобно. Вот такие вот, как здесь с левой стороны меню, поля помогают очень быстро ориентироваться внутри самого квеста. То есть у каждой группы есть своя страничка, они там отчеты добавляют и тому подобное. Например. Плюс вот на этой платформе может работать сразу несколько соавторов. То есть не в одиночку это все делать, а можно пригласить соавторов для работы с блогом. Сами посты в блоге, они очень простые. Вот я свой конструктор открыла сегодня, сделала скриншот. Вот он так и выглядит. То есть здесь у нас обычный стандартный набор инструментов для создания текста, плюс внутрь добавляем гиперссылки, картинки, видеоролики, что еще, цитаты красиво оформляем, и многое-многое другое. То есть здесь все довольно несложно. Ну, вот для начинающих хороший вариант. И получаются довольно интересные продукты. Другой вариант, можно попробовать сайты, сайтостроение. Ну, тут сложно пройти мимо этого конструктора, потому что, ну, наверное, половина всех долгосрочных квестов сделана по технологиям сайта Google. Вот я вам сейчас пару ссылок отправлю на эти квесты. Чем хорош этот сайт, опять все то же самое, что я говорила в адрес блогера, здесь все то же самое. То есть здесь все просто, выбираем шаблон для оформления, добавляем туда информацию, и все делается в режиме одного окна. Каждый этап квеста – это новая страничка квеста. Причем вы не обязаны открывать сразу все этапы. Вы можете открыть только первую страничку квеста, а участники, получив ключевое слово и отправив его вам, допустим, по почте, вы им открываете вторую страничку, даете ссылочку на нее. Ну, и они переходят к следующему этапу. Либо вы можете все этапы сразу открыть, как вам угодно. Вот скриншот, пожалуйста, из Google сайта. Что здесь есть? Во-первых, есть здесь несколько разделов. Вставка, страницы, тема. Тема для оформления тут немного. Все в стиле минимализма, шесть тем. Мы выбираем любую. Там уже внутри все настроено. Шрифт, самооформление и так далее. То есть с оформлением здесь мучиться не надо. Странички добиваются во вкладке страницы, а во вкладке вставка мы получаем список всего-всего, что можно добавить внутрь самого этого квеста. Картинки, тексты, гиперссылки, карты. Здесь очень хорошая интеграция с Google сервисом. То есть вы можете любой контент добавлять из Google сервисов, с карты, из документы, формы, таблицы, ютубовское видео. И плюс еще разные красивые фишечки тут появились с изображениями. Вот галерея изображений у меня с левой стороны сейчас открыта. То есть здесь возможности довольно неплохие. Я вот вам две ссылочки отправила. Они не похожи друг на друга, согласитесь. Хотя технология одна, Google сайт, но оформлено все по-разному. То есть здесь возможности для оформления, в общем, неплохие. Для начинающих подойдет. Ну, например, вот первая ссылка по следам капитана Гранта. Если вы ее не открыли, там в чем суть? Нужно было изучить какую-то информацию, переработать ее, а дальше перейти, собственно, к заданию. Нажми на рынок. Это картинка интерактивная. То есть к ней прикреплена гиперссылка, которая ведет на наш знакомый сервис Ленис. Смотрите, здесь ребус, допустим. Вы его разгадываете, вписываете сюда. Правильный вариант. Если вы ответили верно, в обратной связи выдается ссылка на новый этап. Вот то, о чем я говорила. Здесь закрытые этапы. По этой ссылке они переходят на новую страницу того же самого сайта. И продолжают дальше. Следующий этап. Решают там следующие головоломки, следующую информацию перерабатывают. Другой квест, который я вам дала. Ну, а обратная связь у них такая. Они отсылают это через Google форму организаторам. Организаторы уже проверяют, что и как тут происходит. Другое, вот это, там на неведомых дорожках. Здесь все этапы открыты. Вы можете их все открыть и все посмотреть. Задача здесь немножко другая. Здесь не дойти до последнего этапа, а смысл в том, чтобы пройти по всем и собрать ключевые сказочные ключи. И отправить их опять организаторам. Вот, технология немножко другая. Сайт все тоже Google. И оформлено по-другому немножко. Тут вот два варианта на ваши. Может, вы что-то свое третье придумаете. Если нам нужны отечественные разработчики, пожалуйста, сервис Tilda. Давайте я вам отправлю квест вот этот. Это опять про программистов. Все. Здесь закрытый квест. То есть мы можем тут доступ только к первому этапу. Но нам достаточно для ознакомления с технологией. Здесь, в общем, принцип примерно такой же. Там огромное количество информации, которую надо изучить, выполнить творческое задание, отправить организаторам, и они дойдут ссылку на следующую страничку. Целый университет над этим работал. Там целая команда. Исучали IT-профессии. Вот. С помощью этого квеста. Он такой образовательный. Чем хороша Tilda? Тем, что здесь очень красивый дизайн. Это первое, что бросается в глаза. То есть здесь все настраивается ручками. Вы можете любую буковку, любую циферку, любую картинку настроить так, как посчитаете нужным. Здесь, конечно же, есть шаблоны. Если вам сложно, то можете начинать с шаблона. Здесь есть пустые шаблоны. Они так и называются, нулевые блоки. Там вы можете делать все, что угодно. Добавлять гифы, анимацию, разной красивости свои собственные изобретения. Вот. Этот шаблон, этот квест сделан по шаблону, насколько я вижу. Вот такая стандартная здесь верстка. Но в целом получается очень эстетично. Теперь, чем плох этот сервис? Во-первых, здесь дается полное функционирование, если вы впервые здесь зарегистрировались, на две недели. Стандартный срок. То есть вот две недели у вас есть безграничный доступ ко всем ресурсам. Потом часть блоков здесь будет закрыта. Давайте я в блоке сразу покажу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот с левой стороны список всех блоков, которые можно добавлять на сайт. Здесь есть заголовки, тексты, картинки, галереи, разные цитаты, ключевые фразы, прямая речь, колонки, меню, списки страниц, заканчивая тут разными формами, кнопками и подвалами. Стандартный функционал бесплатный все равно вам останется. То есть вы сможете добавлять и тексты, и картинки, и даже видеоролики. Единственное, что не сможете, это встраивать объекты. То есть объекты придется добавлять только гиперссылкой. Это большой минус, потому что мы любим, когда не нужно переходить со страницы на страницу, а вот нам нужно ответить на вопрос викторины, и вот она сразу здесь, викторина. И не нужно на ссылку нажимать. Но мы можем это сделать за две недели, которые нам дадут в начале. Если мы это все сохраним и не будем потом редактировать, то все это будет работать. Все платные блоки, если вы не будете их редактировать, и они будут на сайте у вас так лежать, то они будут совершенно рабочими. Но, к сожалению, как только что-то на сайте поменяется, платные блоки исчезнут, к которому надо быть готовым. Сервис «Российская разработка». Здесь все на русском языке, техподдержка на русском. Есть большое количество справочных материалов, есть тильда «Поддержка» и есть тильда «Справочный центр». Там вся информация по всем блокам очень подробно написана. Рассказывать вам. Тут не один вебинар надо будет на это потратить. Вот, пожалуйста. Здесь настраивается все. Анимация, эффекты, центровка, шрифты, размеры, фильтры, размещение справа, слева и так далее. В общем, расстояние между буквами, между строчками, шрифты, цвета и все остальное прочее. Тут рай для дизайнеров, для любителей перфекционистов. Здесь самое настоящее оно. Ну и, конечно же, большой плюс, что все это российская разработка. Она никуда не денется. Ну и заканчивать свой спич я хотела вот этим сервисом. Да, еще забыла, конечно, есть много конструкторов разных. Я не буду говорить уже про Викс, про Юкас и другие сайты, потому что я с ними плохо работаю. Чего о них говорить, если о них мало что знаю. Но ссылочки у меня есть, если интересно. Вот две ссылки. Это сайты Викс. То же самое, квестовые технологии, но реализованы уже средствами Викса. Кстати, тоже хороший конструктор. Можно и на нем что-то создать. Последнее, о чем несколько слов скажу, есть специальный сайт. Называется он Zoomal, специальный сервис. Он как раз ориентирован на создание квестов. То есть он вам дает такой маленький микросайт. Там уже все подписано. То есть вам не нужно страничницы никакие создавать, никакие этапы. Здесь уже вот с левой стороны все есть. Есть раздел приветствия, есть введение, задачи, процесс. Процесс – это как раз все этапы. А задание – это общая миссия, которую нужно решить. Что у нас здесь есть еще? Выводы, оценки, страница учителя. Вы там можете какие-то комментарии писать. Это вот для таких вот образовательных квестов. Правда, это все переведено. Это все через переводчик сделано. На самом деле он на английском. Ну вот, как видите, гугл-переводчик справился. Давайте еще одну ссылку вам про пирамиду отправлю в чат. Он немножко такой занудный сервис, но довольно функциональный. Давайте смотреть. Вот, например, я открыла вкладку процесса. Здесь вначале идет инструкция. Ну, она рассказывает, что сюда добавляется. Можем ее прочитать. Как только мы начнем здесь что-то писать, она исчезнет. Сюда мы вписываем задание. Сюда мы можем добавить внутрь задания ссылки, картинки и видео. Сюда же встроить. Вот. Внизу будет кнопочка для загрузки дополнительных материалов. Ну, например, какие-то файлы мы хотим прикрепить. Ссылки на веб-ресурсы еще дополнительные. Прописываем задание. Пишем сроки выполнения. Так, какую-то дополнительную информацию прикрепляем и сохраняем это все. Это у нас будут этапы. Вот. Прописываем, заполняем каждый раздел этого сайта. Сохраняем это все. Получаем ссылочку, отправляем ее ученикам. Вот. А дальше следим за их активностью. Они что-то делают, что-то решают, вам отправляют. К сожалению, здесь нет встраиваемых викторин. Ну, вот. Хотелось бы, да, чего-то здесь игрового. Они, правда, здесь есть, но они платные. Там из единственных викторин это игра виселица. Она бесплатная. Но образовательный квест как-то она не очень ложится. Хотя она тут есть. И если что, такая технология здесь предусмотрена. Вот. И, к сожалению, здесь только один квест можно создать. Поэтому, хотя это и хороший ресурс, но вот такие минусы у него. Единственное, чем он хорош, можно отсюда подсмотреть идеи. Посмотреть, из каких этапов состоит квест. И, допустим, на своем сайте это все реализовать. Допустим, взять тоже тильду, я не знаю, или какой-то другой инструмент. И попробовать там вот эти вот разделы все сделать самостоятельно. По аналогии с этим. Ну, и последним слайдом, как всегда. Если вас какой-то сервис заинтересовал, здесь собраны обучалки. Разные по всем сервисам. Все, что мне удалось найти, самое актуальное на сегодняшний момент, все здесь. Сервисы на сегодняшний момент на территории Российской Федерации работают. Вот. Сегодня все проверила утром, все функционирует и все работает. Вам надеется, что не изменится эта ситуация. Если вам нужны ссылки, полезные материалы, то не забудьте скачать эту презентацию. Меня можно найти все по той же электронной почте и по моим новым адресам. Кто не был на прошлом вебинаре, расскажу, что блок «Роза ветров север» переехал на новый адрес. Он теперь по адресу иктомастерилки.ру. Ну, группа ВКонтакте осталась с тем же самым названием. Можно поискать по названию. Ну, и появился канал Телеграм, который у меня такой беспризонный немножко, но я стараюсь. И туда тоже дублировать информацию, кому это полезно и интересно. Вот. Сейчас я посмотрю, если у нас какие-то вопросы. Вопросов вроде я не увидела. Да, я тоже согласна, что с ВИКС, в принципе, удобно работать. Я, правда, далеко в него не внедрялась. Но, в принципе, да, хороший сервис. Можно тоже попробовать в качестве квеста. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, информация была вам полезна. Увидимся с вами уже в апреле в следующий раз. У нас программа следующего вебинара претерпела немножко изменения, поэтому не удивляйтесь, там название поменялось. Но принцип будет тот же самый. Я буду рассказывать о самом актуальном, что знаю, что умею. Спасибо большое за внимание. И до следующей встречи в апреле. Спасибо. 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 Спасибо.